Здравствуйте! В прямом эфире новости Татарстана в студии Даяна Саитова. Коротко о главных темах выпуска. За военные победы и трудовые успехи. Как говорят у нас крестьяне, пахать надо всегда и все будет. Кого ко дню победы отметили высшими госнаградами Лина Зинатольевна. Сорванные крыши, разбитые машины. Идет работа по восстановлению. Последствия разгула стихии в Изнакаевском районе оценила Анна Городнова. Под уровнем Свияги. Каждый год так сидим мы в таком заточении. Село Киит и Буинского района отрезано большой водой. Почему их не спасли ни мост, ни объездная, выяснял Рамиль Шайдулин. Озеро, напоминающее болото. С горы спускается и все с воды. Ну это все туда. Кто ответит за загрязнение озера на Голубятниково? В сюжете Альбины Минебаевой. Медаль за бой, медаль за труд и из одного металла льют. Именно эти сроки сегодня цитировал президент Татарстана, вручая госнаграды в преддверии 9 мая. Среди награжденных и участники Великой Отечественной, ветераны труда, заслуженные строители, нефтяники, врачи и артисты. Всего 44 татарстанца. Лина Зинатулина о весомости таких наград. Пушечный двор, патриотичные мелодии, георгиевские ленты. Церемония в преддверии 9 мая особенная. 1 мая мы чествуем героев и передовиков труда. 9 мая чтим память победителей 1945 года. Поздравляем ветеранов войны, тыла. Недаром сказано, что из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд. Первые награды и аплодисменты стоя тем, для кого День Победы стал главным праздником еще в 45-м. Медаль ордена за заслуги перед республикой участнику Великой Отечественной Юрию Шастину. Попал в армию со школьной скамьи, командовал пулеметным взводом в Курской битве и окончил войну в Восточной Пруссии. 34 года отдал армии и столько же 34 года отдал труду Татарстана. За заслуги перед республикой награжденный участник войны Габдуль-Вахид Шамсуддинов был связистом на 2-м Белорусском фронте, освобождал от фашизма Белоруссию, Польшу и Германию. Признанные заслуги и на войне, и в мирной жизни. Я работал после армии комбайна 37 лет. Каждый год занимал первое место. За заслуги награжденный генерал-майор Ахат Юлашев, союз ветеранов, который он возглавляет, помогает участникам и инвалидам войн и занимается патриотическим воспитанием. Сам орден Дуслик воодушевляет нас и отвечает тому, что наша республика в единстве своем идет вперед, дальше к успехам. Почетное звание теперь носит музыкант Ольга Вайсбекер. Народная артистка и играет на самом народном инструменте. Первая балалайка госоркестра, увлечение ставшей профессией, выбрала в детстве. Поскольку я никогда до посещения музыкальной школы не видела этот инструмент, только видела в мультфильмах, кино. То есть это была связь со сказкой, с чудом. За заслуги в области строительства и многолетних... Заслуженные строители и энергетики, агрономы и механизаторы, врачи и учителя, юристы и экономисты. Секрет их простой, любить свое дело. Если не вложиться полной силой, то никогда ничего не получится. Надо работать, как говорят у нас крестьяне, пахать надо всегда. И все будет, урожай будет. И сегодня богатый урожай заслуженных наград. Звания, медали, знаки отличия получили 44 татарстанца. Лина Снатольевна, Эльшат Мухаммедов, ТНВ «Казань». Мой долг – донести свой опыт до молодых. Награжденный сегодня орденом Дуслык, председатель Союза ветеранов республики Ахат Юлашев. Он, кстати, 1 мая отметил 90-летний юбилей. В эксклюзивном интервью нашему каналу поделился своими мыслями о современной молодежи и патриотизме. Вы уже после окончания Великой Отечественной посвятили себя военному делу в мирное время. В том числе и патриотическому воспитанию молодежи. Насколько это направление актуально сегодня? Сегодня крайне необходима встреча с ветеранами, чтобы им понять, в чем смысл патриотики, что это значит и как можно стать патриотом. Чего сейчас не хватает в головах молодежи? Сегодня молодежь резко изменилась в лучшую сторону. Она особенно сейчас призывная молодежь. Я помню время, когда они увиливали или уходили от службы. Но сейчас такое почти не встречается. Вы возглавляете большую общественную организацию Союза ветеранов. Интересно ли вам сейчас этим заниматься? Я считаю это своим долгом. И то, что я прожил эти годы и 40 с лишним лет прослужил в армии, оно оставило определенный отпечаток моей жизни. И я хотел бы ее достойно довести до нашей молодежи. Спасибо за беседу, с наступающими праздниками. Всего доброго. Спасибо вам. Георгиевские ленты и слезы радости вместе с горечью воспоминаний. Сегодня в Казани чествуют живых и вспоминают павших героев Великой Отечественной войны. Уже под сто, однако, парень, ты не забыл, давно живешь за нас. Эти стихи он сочинил сам в память о своих сослуживцах. В Совете ветеранов сегодня чествуют участников войны. 17-летним Александр Малов был призван на фронт. Полгода ускоренной учебы и дорога войны. Прошел ее в составе 57-го тяжелого танкового полка. Участвовал в шести крупных боевых операциях. Сослуживцы снятся до сих пор. Где только нужно было, я возложил святы у павших. Совесть моя перед ними чиста. Я сделал, что мне нашептывает по ночам павшие мои однополчане. Радостно видеть тех людей, которые сегодня живы, здоровы. Они принимают участие. Поэтому участие каждого человека нам очень дорого. Цветы к монументу славы сегодня возложили и в парке Урицкого. Погибших почтили минуты молчания. Школьники пришли на митинг с портретами своих героев. Ветеранов благодарили как лично, так и заочно, оставив запись на специальном баннере. У нас осталось меньше вот единицы. Спасибо, что не забываете. Вспоминали сегодня и те, кто в суровые дни войны оказывал первую помощь раненым. Татьяна Емельина одна из них. Военно-полевой хирург. Она занесена в энциклопедию «Лучшие люди России» и в книгу «Почёт о Казани». Говорит, в памяти осталась одна фраза, благодаря которой вернулась с фронта. С каждым годом ряды ветеранов рядеют. Сейчас участников войны в Татарстане осталось менее полутора тысяч. Тем ценнее их живые воспоминания и слова. Алина Мусина, Анна Городнова, Ренат Сафин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Посевную кампанию в Апастовском районе должны завершить к 15 мая. Так пообещал глава района Рустаму Миниханову. Президент сегодня побывал с рабочим визитом в трех районах. Это Апастово, Буинск и Кайбице. В Апастово ему рассказали о строительстве второго асфальтового завода и планах по открытию лыжной базы. Рустам Миниханов отметил, что район отличается стабильностью и участвует в 24-х республиканских программах. Сорванные крыши, разбитые автомобили и дома без света. На юго-востоке республики ликвидируют масштабы разгула стихии. Накануне Вознакаева бушевали грозовые ливни и ураганный ветер. Оценить последствия на место выехали наши корреспонденты. Недолго юго-восток республики радовался теплу в плюс 25. Обещанные синоптиками грозы и ветер принесли неприятности. Очевидцы снимали происшествие на видеорегистратор. Кровля административного здания повредила пять автомобилей, не вынесла силы ветра и часть стены. Кирпичи упали прямо на машину. Квадратов наши где-то около 30 квадратных метров снесло. Рядом с соседним предприятием СПК Техназирок более 100 квадратных метров. В итоге ветер сорвал почти 500 квадратных метров кровли. Сегодня местные предприятия подсчитывают ущерб. Своими силами убирают профнастил. Его вынесло на проезжую часть. Уже убрали, все вычислили, то, что могли, докрепили, чтобы дальше ветром не унесло. В ближайшие дни уже здесь все уберем. Стихия гуляла по району почти час. Роняла деревья, повреждены фонари, а молния ударила прямо в изолятор линии электропередачи. Девять домов, а это около полутора тысяч человек, остались без света. 23.45 электроэнергия была подана. То есть оперативно службы сработали по энергоснабжению. Население, конечно, ощутило небольшие себе неудобства в этот вечерний период пострадавших, погибших нет. На выходные прогноз уже радует. До плюс 12 без дождя и сильного ветра. Самое время, чтобы укрепить крыши своих домов. Анна Городнова, Фуатгасин, Булат Шифигулин, ТНВ, Ознакаевский район. Больше тысячи человек Буинского района оказались в окружении. Две недели жители шести населенных пунктов не знают, как выбраться из деревень и сел, потому что река залила дороги и мосты. Выручали только лодки и спасатели. Почему буинцы считают, что ЧП происходит потому, что на них когда-то сэкономили, выяснял Рамиль Шайдулин. Здесь оттепели, боятся больше, чем морозов, а по весне и осени страшнее всего заболеть, когда их топят. Сюда, в село Кият, не заехать ни одной скорой. Ни по дороге, из-за глины в это время всегда бездорожье, ни по новому мосту. С дождями и в паводок он уходит под воду. Когда мост начали сделать, сваи пополам пилили. 12-метровые сваи. Я, мужчина, сплошная рабочая, за что мы пили все мостом? Все это надо сделать, все мост на ровне, чтобы сплотно было дороги. Нам приказано из этого моста два сделать. Где теперь второй мост, может быть, знают строители, но жители прелести и такой экономии на себе так и не ощутили. Мост тонет, оказалось, что так и положено, объясняют в районном исполкоме. В воинском районе два подтопляемых моста, они сделаны согласно проекту. Кирилл моста опускается, и вода проходит поверх моста. Ледостав уходит, вода понижается уровень, дороги открываются. Только ледостав ушел, а вода все еще стоит, и Кият по-прежнему отрезан от цивилизации. Три села страдают ведь, но легче, наверное, же дорогу тогда хотя бы сделать бы. Хотя бы на такой случай, потому что мост, я понимаю, это никогда не построят. Некоторым нужно в больницу, в районный центр. Многим нужно по другим вопросам, которые связаны с недвижимостью оформления, с земелью оформления. Там тоже сроки, люди не могут выехать. Остается ждать ухода воды. Пока же в сельском поселении предлагают другой путь решения. Рядом есть объездная. Киять угольна Тонсерма, но на ней во время дождей очень тяжело ехать. Легковые не могут проезжать. Только можно проехать на УАЗике или на тракторе. Как нам сказали в исполкоме, мост уж точно не сделать выше. А вот дорогу улучшат. На объездную должны постелить асфальт. Работы планируют до 2020 года. Рамиль Шайдулин, Камиль Миннигалеев, ТНВ, Буинский район. Место карасей и лебедей – пластиковой бутылки. Жители по улице Голубятникова бьют тревогу. Их озеро превращается в болото. Казанцы подозревают, что все дело в соседях предпринимателях. На место сегодня выехали экологи. Почему их мнение не сошлось с версией местных жителей, узнала Альбина Миннибаева. Озеро было чистое, мы в нем купались. Татьяна Ильина и не помнит, когда последний раз плавала в озере по улице Голубятникова. Сейчас окунуться уже не рискуют. Масштабы те же, но запахи болотные. Приезжали на лодках тут, чистили, но сейчас вообще бездействуют все. Комары, мухи пахнет. Там же лебеди даже приезжают, хотя бы для них можно условия сделать хорошие. Здесь рыбы водились, караси. Но вместо карасей – пластиковые бутылки, утки и ту редкие гости. Рядом с озером несколько многоэтажек, но на первой береговой – сауна. Руководство сразу показывает нам документы, доказывая перед озером чисты. Вот оно, здание. Вот она идет, городская канализация. Вот красненьким указано. Вот канализация. А это подача воды. Мы ежемесячно платим деньги, платим за горячую воду, платим за холодную воду, платим за канализацию. Приезжает откачка у нас в грибная яма, откачивается все с автомойки у нас все нормально. Покажете? У меня нет документов с начальства. Представители соседней автомойки также уверяют – к загрязнению озера непричастны. Инспекторы Минэкологии их проверят, но пока подозрения мимо предпринимателей. Вся эта вода, которая идет по трубе из частного сектора, как раз-таки истекается по канаве в озеро. Правда, вот сами экологи подозревают в загрязнении водоема неместных жителей. Были взяты пробы сточных вод. Показатели превышают допустимые нормы. По версии экологов, в озеро сливается вода с ливневой канализации. Восточные воды были загрязнены характерными веществами, которые в основном содержатся в составе ливневых вод, отходящих от дорожных покрытий, от дорожно-уличной сети города Казани. По данным экологов, данную сетку обслуживает муниципальное предприятие «Городское благоустройство». Экологи сейчас их подозревают в загрязнении водоема. Исполком же уверяет – у города ливневых канализаций на этом участке нет. Городские сети ливневой канализации на данном участке отсутствуют. Указанный выпуск к городским сетям ливневой канализации не относится. В настоящее время источник поступления загрязняющих веществ не определен. Исполнительным комитетом совместно с представителями ЦТУ Минэкологии будет проведено обследование указанной территории на предмет поступления стоков. За нечистый подход к озеру и самовольно его использование грозит штраф до 100 тысяч рублей. Альбина Минебаева, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана и далее в выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Высокие технологии для высокоточных диагнозов. Подводим фонариком, горячки у меня сужаются. Как выглядит робот-пациент на этапе сборки увидела Альбина Слагараева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К работе готовы! За руку отвели, как бы как за поворотом, следующий будет ваш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чем займутся волонтеры футбольного мундиаля? Узнал Дмитрий Аринин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня Рустам Миниханов посетил Казанский центр новых технологий. Он оказывает стоматологические услуги, в том числе по полюсам ОМС. Президенту Татарстана показали сайт центра, провели экскурсию и ознакомились с техническим оснащением и возможностями клиники. Их роботы могут дышать, плакать и говорить. Президент сегодня оценил и разработки компании Эйдос. Здесь производят роботов медицинских симуляторов. Альбина Слагараева увидела машины, которые плачут. Подводим фонариком, дырочки у него сужаются. Он моргает, у него есть реакция на свет, плачет, бьется в судорогах и стонет от боли. В робот-симулятор пятого поколения заложено более 200 функций. Они могут быть расширены. Сейчас проходит последний этап производства. Разработчики тестируют реакцию на массаж сердца. Компания 6 лет на рынке от простых микросхем до высокотехнологичных роботов. На этой демонстрационной модели можно увидеть, из чего же состоят эти роботы. Например, разглядеть всю электронику. Здесь более 3000 деталей. Сейчас мы видим, как робот моргает и как работает его дыхательная система. Если он Мерседес, то у нас здесь примерно 80% Мерседеса, 20% уже Роллс. Разработки и решения сегодня показали президенту республики. Таких компаний по производству медицинских роботов в мире всего 5. В России только одна – Казанская. Покупатели медицинских университет и здравоохранительные учреждения. Всей России и зарубежья. Президент поинтересовался, есть ли у ребят центры технической поддержки. В России, например, единственные производители линейных магнитных декораций. Это 24 магнитных катушки. Управляются наше. Ублайерами. Да. Это инструмент, магнитный хирургический инструмент, проходит в этой зоне. И он выталкивается, сталкивается с очень тонкими усилиями, которые необходимы для реки хирургии. На все разработки есть патенты. Здесь тренажерные комплексы в области эндохирургии, эндоваскулярных вмешательств, экстренной медицины, эндоурологии, гинекологии, акушерства, нейрохирургии и так далее. Топовые решения – гибридные операционные, где может тренироваться целая бригада врачей с медсестрами. По опыту работы, большая часть присутствующих здесь сотрудников, они технические специалисты. Но по опыту работы они уже стали очень близки к медицине и имеют уже некие навыки и знания, чтобы могли, что значит, разговаривать на одном языке вместе с врачами. Медицинские симуляторы отличаются большой реалистичностью. Степень соответствия – 90%. И в перспективе это точные диагнозы, а значит, спасенные жизни. Альбина Аслагараева, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Смотрят телевизор, пользуются интернетом и даже зарабатывают деньги, отбывая при этом срок. Сегодня в Казани открылся исправительный центр на 200 мест. В центре смогут отбывать наказания как мужчины, так и женщины. Все они будут трудоустроены. Какие еще возможности открывает исправительный центр, выяснял Сергей Хайтаров. Это первый исправительный центр в Татарстане и одиннадцатый в России. О том, что это место заключения, здесь напоминают только колючая проволока и люди в форме. В свободное время можно делать, в принципе, все, что хочешь. В свободное время Евгений Плотников делает, что душе угодно. Главное, чтобы в пределах центра и в рамках закона. А днем, как правило, он на работе. Осужденный за побои теперь трудится на одной из казанских автомоек. Он первый и пока единственный заключенный центра. Приходишь с работы, садишься за какое-нибудь дело, не замечаешь, как время пролетает, и уже отбой. Уже скоро этот центр заполнит осужденные со всей республики. Всего здесь можно разместить 200 человек. Причем мужчины и женщины будут жить на одной территории, разные только корпуса. Если не будет нарушения, они могут проживать уже за пределами учреждения, вместе с ними. Но если мы будем их проверять, то они будут отмечаться четыре раза в месяц. Возможно, для кого-то жизнь в этом исправительном центре может показаться легкой и беззаботной. Есть интернет, можно смотреть телевизор, а если себя хорошо вести, то могут даже отпустить домой. Но при всем при этом, чтобы жить в таких условиях, нужно очень хорошо работать. На данный момент этот исправительный центр подписал контракты с 23 предприятиями, которые каждый месяц будут выплачивать зарплату осужденным не меньше прожиточного минимума. У многих на свободе остаются и жены, и дети, которым также нужна поддержка соответствующая. Это также позволит, в общем-то, в этой части оказать помощь и содействие. Такое ведь наказание – альтернатива лишению свободы, если человек впервые совершает тяжкое преступление или за преступление небольшой и средней тяжести. Закон о создании подобных центров вышел еще в январе 2017-го. Раньше здесь располагался детская воспитательная колония. Значит, как два года, как мы его ликвидировали. Нам удалось его, как говорится, сохранить. Центр уже готов принять осужденных. А сколько их здесь будет, зависит от решений судов. Сергей Хайдаров, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Во время чемпионата мира по футболу в Казани ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал Алексей Песошин. Продавать спиртной нельзя будет в нескольких частях города. Почти во все дни Мундиали трезвыми территориями станут окрестности стадиона «Казань-Арена». Центральные улицы города, включая Баумена, железнодорожные и автовокзалы. Аэропорт и зона фан-феста возле центра семьи «Казан». В этих местах, согласно документу, не допускается продажа и употребление алкоголя в стеклянной таре. В том числе при оказании услуг общественного питания. Подскажут, где найти сувениры, куда сходить вечером. Казанским гостям чемпионата мира по футболу будут помогать более 2000 волонтеров. Сегодня их руководители представили весь спектр того, на что способны добровольные помощники. Какая на волонтерскую помощь узнал Дмитрий Аринин. Под стать футбольному матчу все волонтеры мирового чемпионата будут поделены на две большие команды. В красной форме это волонтеры оргкомитета соревнований. Их напарники в синей форме так называемые городские волонтеры. То есть кого специально подготовили для работы в Казани. И там и там основную массу добровольных помощников составит представительница прекрасного пола. Помощники в красном в основном возьмут под свою опеку стадион Казань-Арена. Добровольцев синих цветов можно будет встретить на улицах города. Всего волонтерской рукопомощи охватит более 20 крупных объектов. Что касается самых многочисленных функций сервиса для зрителей. Волонтеры будут оказывать содействие в том, где, какое место, куда пройти. Уже соответственно в периметре стадиона через какой вход зайти. Я фактически сам пользовался этой услугой сервиса волонтеров, которые буквально там за руку отвели. Говорят, вот там за поворотом следующий будет ваш. Хотя, казалось бы, ну что там я не знаю на этом стадионе. Многие из волонтеров уже прошли разведку делом на Кубке Конфедераций. Добровольцы этого набора, в отличие от всех предшественников, отличаются лучшей коммуникабельностью. Особенно в части иностранной речи и медицинской терминологии. Чтобы, если кому-то станет плохо, сразу понять в чем дело. Можете получить любую информацию. То есть абсолютно все, вплоть до того, что, я не знаю, где купить сувениры, где купить духи, носки, куда сходить вечером. Вот такой вопрос однозначно будет звучать 100 тысяч раз в день. Единственное, куда не будем водить, это, видимо, в бар и в ресторан. Они и так сами найдут. Основная главная миссия, которую мы преследуем, это, собственно, создание именно гостеприимной обстановки, уютной атмосферы. В таком режиме волонтеры будут работать без выходных все дни чемпионата. Первые добровольцы возьмут дело в свои руки уже на следующей неделе. Дмитрий Айринин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Репетиция парадов, чествование ветеранов и даже душ для танков. Во всех городах и районах Татарстана готовятся к 9 мая. Так в набережных Челнах обновляют мемориальный комплекс, где пройдут главные торжества. Завершается ремонт монумента «Родина-мать». Освежая деревянную сцену, особое внимание боевой техники. Танки и бронемашины должны блестеть к празднику. А в Нижнекамске в преддверии Дня Победы прошла акция «Я помню». Воспитанники детских садов раздавали на улицах города георгиевские ленточки, изготовленные своими руками. Читали стихи и поздравляли горожан с наступающим праздником. За несколько часов они подарили прохожим около полутора тысячи бутоньерок. Это самое хорошее, отличное спасибо. У меня одесса не вернулась с фронта. Солдаты совершали много подвигов, и мы им хотим сказать спасибо. И на такой предпраздничной ноте мы завершаем выпуск. Впереди вас ждет спорт и прогноз погоды. Увидимся в 21.30. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болго-радиосы. Мы первые в Татарстане. Мы победили конкурентов. Бери Ниссан по старым ценам. Сигнализация с автозапуском в подарок. Телефон в Казани. Четыре пятерки. Три единицы. Только в мае в аквапарке Ривьера сезон выгодных цен и сладких подарков. Доступнее не будет. В автоцентре Марка. Новый японский датсун. Всего за 79 тысяч рублей. Узнайте подробности по телефону. Четыре пятерки. Три семерки. Спешите видеть. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой Браво. Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Сегодня в Казани стартовала мировая серия финал по прыжкам в воду. Лучшие прыгуны в ближайшие три дня будут соревноваться на базе Дворца водных видов спорта. Более 70 спортсменов из 14 стран примут участие в турнире, в их числе элита мирового дайвинга. Победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов и Кубков мира. В программу каждого этапа входят индивидуальные синхронные прыжки с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки у мужчин и женщин. Среди фаворитов традиционно спортсмены из Китая. Сборная России также постарается завоевать домашние медали мирового первенства. Евгений Кузнецов и Илья Захаров постараются подвинуть соперников с пьедестала. Также будем ждать очередных медалей от нашего Никиты Шлейхера. Конечно, для нас очень приятно, что на все наши старты, которые мы в четвертый раз проводим мировую серию, всегда и тот и другой присутствует. Это, как Алексей Викторович сказал, сильно поднимает статус соревнований. Вот ребята, которые часто участвовали в этих ивентах, также скажут, что присутствие руководства федерации, конечно, мировой федерации, это, конечно, намного поднимает статус турнира. Девятый турнир на 9 мая. Казань принимает традиционное соревнование по художественной гимнастике «Весенние первоцветы», посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. Самым юным участницам всего 4 года. Взрослая дисциплина включает в себя выступления девочек 2002 года рождения и старше. Спортсменки соревнуются в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Более 100 участниц со всех регионов страны приехали в Казань. Турнир проходит под руководством физкультурно-спортивного общества «Динамо». А также при поддержке Министерства по делам молодежи и спорта Татарстана. Финалы и награждения запланированы на завтра. Тем временем в Ледовом дворце «Золотая шайба Казани» состоялась заключительная игра на Кубок Поволжской любительской хоккейной лиги. В финале встречались команды «Идель» против тюличей. По итогам игры команда из района одержала победу со счетом 5-4. В прошлом сезоне тюличинцы также заняли первое место. Всего в этом году было заявлено 10 команд. И в завершении к новостям борьбы представительница Татарстана Светлана Лепатова завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе. Соревнования проходят в Каспийске в период с 30 апреля по 6 мая. Золото весит до 59 килограммов, которым выступает Лепатова, досталась представительнице Турции Ильев Жале, которая еще в 2009 году выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы в составе сборной России. Тогда ее звали Юлия Реквава. Турчанка обыграла в полуфинале Светлану, но при этом невольно помогла ей завоевать третье место. Лепатова должна была бороться со шведской Эммой Юханса, но та получила травму и на ковер не вернулась. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Начнем выпуск с интересной информации. Хотите качественную недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики будет ясно, без осадков и 12 градусов выше нуля. На северо-востоке Нижнекамский, Набережных Челнах, Елабуге солнечно и также плюс 12. На севере Татарстана, Менделинский, Агрызи, Менделеевский, переменная облачность, столбики термонетров покажут плюс 11. На северо-западе Варский, Куб, Мари-Балтаси без осадков и 13 градусов тепла. На юго-западе республики будет солнечно, местами пасмурно, но без осадков и плюс 15. В центральных районах Чистополе, Альнефевске, Мамадыше ясно и 12 градусов тепла. В воскресенье очередной циклон принесет в республику дожди и усиление ветра. Спонсор показа ООО «Челны Кировец» предлагает услуги по капитальному и текущему ремонту тракторов «Кировец». Производит продажу тракторов К-700, К-701 и запасных частей к ним. На предприятии «Челны Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору «Вторую жизнь». Катаракта? Пора забыть о ней навсегда. Только сейчас. Лечение катаракты за 37 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз» 273-17-17. Старейшая частная офтальмологическая клиника «Третий глаз» приглашает всех желающих для проведения всесторонней диагностики и необходимого лечения с использованием новейших моделей офтальмологического оборудования. Всегда рады вам помочь. Город Казань, улица Спортивная, дом 3. О погоде в столице Татарстана. В Казани будет солнечно, температура воздуха плюс 13, плюс 15. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 48%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова